А что в понимании Катерины теперь грех? Видите, я знаю, что грех для нее теперь? Пожалуйста. Вралье это грех. Еще. Любовь к Борису это грех. Изучение Грозы Островского превращается в дискуссию на уроках Елены Юрьевны Горожанкиной так всегда. Она уверена, современный учитель должен сам учиться, в том числе у детей. Она особо не выделяет каких-то определенных учеников. Она ко всем относится, как мне кажется, с достоинством. Мы всегда общаемся с учителем, и нет такого, что мы зажаты, боимся ее. Она не ждет какой-то определенный ответ. Она принимает все точки зрения. Педагогические принципы Елены Юрьевны на первый взгляд просты как мир. Уважать каждого ребенка, его мнение и характер тогда, говорит, даже троечник расцветает. Учитель должен быть счастливым человеком, идти на урок счастливым. Потому что если человек не счастлив, правильно, это отражается на нем. А он должен быть счастлив от своей работы, от общения с детьми, от открытия каждого дня, чего-то нового. И тогда ученики от тебя заражаются вот этим счастьем. Заслуженный работник образования своей наградой и дипломы главным не считает. Они пылятся где-то в шкафу, зато всегда рядом фотографии любимых учеников. Когда через много лет тебя встречают, ты уже не помнишь, как его зовут. Когда он учился, а он кричит через всю улицу Елены Юрьевны и целует тебя. Это гордость. Значит, ты остался в памяти. Вечно молодая, полная оптимизма и задора. Как в 17 лет, когда еще только начинала свой педагогический путь пионер-вожатый. А сейчас уже бывшие ученики приводят в ее класс своих детей. Сергей Кизоркин, Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.